Здравствуйте, Сергей Масленьков. Вот такое замечательное трио. Не хочется грамотно тут сказать, сейчас я Масленько. Дамы и господа, мы приглашаем на сцену девушку, которая тоже выступает у нас впервые и нуждается в аплодисментах с фактиршки. Горячее! Добрый вечер. Знаете, мне у вас нравится. Я как-нибудь еще обязательно приду и останусь на подольше. Есть одна проблема. Дело в том, что я отношу себя к стихийным дворцам и, в принципе, не помню своих текстов, но к этому вечеру я даже выучила один. Знаете, в тему сегодняшнего дня я бы хотела вам о честь посвящения Михаилу Юрьевичу Лермонту. Произошло это лето, 27 июля, с поправками в 1941 год. Когда я предношу слово Питер, какая у вас ассоциация? Ленинград. Ленинград, северный город, действительно. Но наша Россия настолько необъятна, что в Ставропольском крае, 26-й регион, тоже имеется свой Питер, это город Пятигорск. У-у-у! Е-е-е! Ой, смотрите, пики! Именно этот город и стал последним пристанищем столь рано ушедшего молодого поэта. Лена? Конечно. Слишком много говорю, все уже забыли. Ну, начну с стихотворения, и сразу вспомните, потому что строчка такова. Да, ты не Байрон, ты другой, и смерти в стихах обретший, мытарство горькой души в произведениях воспевший. Дорячий жизни на бумаге, в пейзажах, прозе, на стихах не обошел и музыкальный, на удивление, талант. Игрой на скрипке, фортепиано, мазками кисти удивлял, глазами полной думы данной особую мысль и слова усилял. Большие тёрные глаза? Нет, не пугали, а пленяли. Кто знает, как бы то сложилось. А вот, вот, смотрите, вот вам лайфхак. Раньше в голенище солдат в водку носили, а у меня это шпаргал. Халтур, кстати, пошло это слово именно отсюда. Итак, большие тёмные глаза, нет, не пугали, а пленяли. И если б мы судьбу писали, кто знает, как бы то сложилось, отдай декарту за тебя. Одно я знаю в жизни точно, та, что чистая и непорочная, не забрала бы твой покой. Открыв кошмар любви такой, в ней ты, иссохший, чуть живой, от глада, жажды и страдания просил любить, как куда я нет. Но то прошло, прошёл и срок, прожёгся сердце уголю, и пламенем тебя охватило к той, что была с собой красива. Её помолк тогда любил, тебя сей факт не принял. Ей ты не склонен верить, да и ложи, не на ней мечтая, что та Москву легко оставит, Когда с рождения всех дней ты читаешь слабость своей, ей увлекались и болели. А помнишь, что ж ты любил? Вернее, сам себе внушая, ей признаваясь, говорил, что в ней лишь любишь то страдание, что много лет, как пережив. Ты удивительный, прекрасен, знакомый с детством не в стихах, Мятежный дух твой мне так ясен, любовь к алказу, цепим синий горь. Ты жив, Мишель, в душе и сердце, с момента первого прочтения, и не лукаве до сих пор. Спасибо.